О преимуществах регистрации на едином портале госуслуг рассказала заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. Напомнив, работа в сети интернет – это удобно и оперативно. Заплатить налоги и оформить необходимые документы можно, не обивая пороги различных ведомств. В рамках программы поддержки малого бизнеса дала поручение главам сельских округов подать заявки на обучение предпринимателей. О работе с неблагополучными семьями и семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию, доложила заместитель главы города Людмила Мурашова. Сегодня в Анапе на учете состоит 250 семей на особом положении или в социально опасном. Созданной работает специальная комиссия, которая проводит обследование социально-бытовых условий. Главная задача – исключить факты жестокого обращения с детьми, проверить условия пожарной безопасности и оказать помощь тем семьям, которые в ней нуждаются. Пока в здании администрации проводили планерное совещание на площади, специалисты Управления по делам молодежи провели флешмоб. И это еще одна патриотическая акция наряду с уроками мужества и днями памяти. Людмила Мурашова коснулась темы подготовки города к Новому году, пока не все предприятия откликнулись на призыв внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко также напомнила о поручении главы города украсить улицы, фасады, входы зданий и привела в пример несколько предприятий. На сегодняшний день особенно хочется отметить предприятия Водоканала, отель Плаза и отель Элада. Им хочется сказать огромное спасибо за такую подготовку. У этих предприятий действительно чувствуется, что праздник к нам приходит и достойно все у них организовано. Мы призываем, чтобы все равнялись на эти предприятия. Специалисты Управления торговли и Управления сельского хозяйства продолжат работу с ярмарками-привозами. О контроле цен отчитался заместитель мэра Анапы Александр Колесников. На каждой ярмарке привоз на сегодняшний день у нас есть стенд. Раньше это были выездные, сейчас главам тоже поставлена задача делаем стационарные стенды. В общем, возле каждой ярмарки есть стенд с максимально рекомендованными ценами. И те предприниматели, фермеры, ЛПХ, которые у нас занимаются, они ставят именно ту цену, которая максимально не больше той, которая указана на этом стенде. И помимо цены на каждом стенде указаны телефоны специалистов Управления сельского хозяйства, контролирующих служб, куда можно позвонить любому желающему и просто проинформировать нас, что цены здесь завышены. С 15 по 31 декабря в Анапе на улице Горького будет работать большая ярмарка, а с 25 декабря по 30-е. На театральной площади анапчане и гости курорта смогут приобрести качественные кубанские продукты по выгодным ценам. Излишне предприимчивые люди, дороги и энергоснабжение. Заместитель мэра Анапы Владимир Забураев отметил слабые звенья города и потребовал привести в порядок, согласно протоколам, состояние дорог. Там, где дорожное покрытие просело, необходимо восстановить и качественно. В противном случае дорожники будут делать работу над ошибками. Новые правила введены в выдачу разрешений на разрытие. Отныне разрытие я предлагаю выдавать разрешение только при наличии договора на восстановление, но не того формального, который мы сегодня с утра обсуждали с Владимиром Ильичем. Не надо там три страницы, достаточно одной, на которой будет написан конкретный срок восстановления, приложена смета, из которой мы видим, что именно будет восстановлено, то есть сумма и, соответственно, гарантийные обязательства. Без этих документов ордера не подписывать. Все управления и структуры, за которыми закреплены у нас территории, предоставить ЖКХ до конца недели, там, где некачественно исполнено восстановление, где просел асфальт. Поднимаете ордера, приглашаем предпринимателей, рассказываем, выслушиваем ответ. В зависимости от этого увидим, кто у нас будет дальше работать на территории по данному виду работы, а кто, наверное, переедет в другое муниципальное образование, реализовывать свои возможности. Обращение к начальнику управления ЖКХ и заместителю мэра Анапы Владимиру Забураеву поступило от начальника отдела МВД Андрея Терехина. Три года обращаются с просьбой восстановить крышу над зданием в станице Гастагаевской. На этот раз надеются в последний и с результатом. Продолжение следует...